В Люберцах подвели итоги окружного конкурса «Педагог года-2022». На этот раз в проекте приняли участие 37 учителей и воспитателей. 10 из них стали лауреатами и выступили в финале. Имена победителей знает Луиза Егезарян. В фойе инженерно-технологического лицея праздничная атмосфера. Здесь собрались участники ежегодного профессионального конкурса и те, кто пришел поддержать их. Воспитателя детского сада «Белоснежка» Светлану Новикову перед выступлением подбадривают коллеги. К финалу они готовились вместе. Если не мой дружный коллектив, не мой замечательный руководитель Оксаны Витальевны, то, наверное, этого праздника такого бы и не было. У меня много за плечами опыт, который я могу поделиться со своими коллегами, которым будет полезно посмотреть, оценить его. И я бы тоже научилась чему-то новому у них. Конкурс «Педагог года» состоит из нескольких частей. Финальная – самое зрелищное. В этот день участники проекта выступают перед большой публикой, показывают свои таланты во всей красе. Идеец в финале, только звезды в зале. В зале, а точнее на сцене, действительно только звезды. В таких ярких образах педагогов встретишь нечасто. Презентация каждой участницы состоит из двух частей. После творческого номера финалисты отвечают на вопрос, связанный с профессией. Жюри тем временем внимательно следит за конкурсантками. Я благодарен всем, кто в ноябре месяце принял для себя решение по идее и стать участником этого конкурса, потому что это всегда, скажу, затратно. Оно затратно душевно, морально, по времени. Мы сегодня победим и сильнейший, и лучший, но вы все тут уже победители, поэтому вы можете собой гордиться. Пять учителей и пять воспитателей, но в каждом конверте номинации только одно имя, кто будет носить гордое звание «Педагог года». Анастасия Николаевна Павловна. Для меня победа – это показатель моего уровня, моего мастерства, что я могу. Показал конкурс, какие-то скрытые таланты, новые горизонты открыл. Учитель года признана Светлана Юрьевна. Нет, абсолютно не ожидала, потому что среди конкурсантов я не могу себя прям выделить. Все были настолько достойны, профессионалы своего дела. Мы с девочками сдружились, могу сказать, что другому помогали в чем-то. Для Анастасии Ткачевой и Светланы Панфиловой конкурс пока не завершился. Теперь победители будут готовиться к следующему этапу и поборются за еще более высокое звание «Педагог года» Подмосковья.